Добрый день. Будем общаться сегодня про проблему управления тестами. Давайте начинать. Начнем с того, что познакомимся немножко. Мне вот этот персонаж будет помогать сегодня вести эту презентацию. Немножко про себя. Я когда-то работал в видеопроизводстве, потом мне это все надоело, я ушел в тестирование, поработал в мобильных платежах, после этого по аутсорсуал в тестировании, пришел в Яндекс, сбежал из Яндекса в Сбер и не пытаясь покинуть Омск, вернулся в Яндекс. Давайте сразу договоримся, чтобы Мишу продублировать. Сначала доклад, потом вопросы, чтобы мне не отвлекаться. Собственно, к теме слайда. Зачем я тут? Да, у меня достаточно богатый опыт именно в управлении тестами. Я пришел к вам, чтобы поделиться этим опытом. Кроме всего, подсветить проблемы, с которыми я столкнулся, возможно, с которыми вы столкнулись, обсудим еще в метап-зоне. И самое главное, рассказать про свои решения и обсудить с вами те решения, которые вы смогли бы предложить. Решения все разные, у всех разное понимание ситуации, много мнений — это хорошо. Давайте для начала разберемся, зачем нам вообще нужны тесты, зачем мы их пишем, чтобы понять, как их эффективно писать и как эффективно ими управлять. Тесты как показатель качества. С этим утверждением, наверное, все согласны, что тесты у нас иллюстрируют качественное приложение, когда мы их выполняем, они у нас прокрашиваются в зеленый, у нас все становится хорошо, мы радуемся. Прокрашивается в красный, мы не радуемся, идем фиксить. Я думаю, что несогласных тут не будет с этим утверждением, но это не полная их функция, на самом деле даже не основная, наверное. Тесты в большинстве своем выступают как ограничение системы. Представьте себе, что мы замесили тесто, положили его в закрытый кубик. Оно не выползет из этого кубика просто потому, что оно ограничено. Если мы положим его в открытую катку, оно начнет выползать потихонечку, но мы сможем быстро его туда-обратно вернуть. С системой все гораздо сложнее. Если она начнет расползаться за границей, то есть мы без ограничений начнем писать систему, нам придется потом эти лишние части отрезать, а это дорого. Да, кстати, про дорого. Еще несколько раз услышите это слово, скорее всего, потому что у меня всегда не хватало ресурсов и всегда хотелось сделать хорошие тесты, подробные, которые мог выполнить любой PM, June, разработчик, кто угодно. Меня всегда убеждали, что не надо этого делать, зачем. Я всегда не соглашался и давайте попробуем посмотреть, насколько я был в своем согласии прав. Предпосылки. Что нам нужно знать про тесты? Тест — это скорее идея, чем записанная сущность. То есть идея для нас гораздо важнее исполнения. Если мы придумали хороший тест, неважно, как мы его запишем. Мы его запишем в виде тест-кейса, на клочке бумажки, в виде кода. Документированный код, недокументированный. Если мы напишем плохой тест, как бы мы его не задокументировали, все равно с тестом будет все плохо, он будет постоянно валиться, тестировщики его будут плохо выполнять и так далее. Второй момент. Для теста важна структура. Если мы напишем хороший тест с хорошей структурой, мы сможем его масштабировать, расширять, писать похожие тесты и делать это очень быстро. Если мы просто напишем очень много разных разноплановых тестов, мы потом не соберем их в единую конструкцию, и это для нас станет таким больным местом, ахиллесовой пятой, когда мы упремся в управлении тестами. Давайте посмотрим, какие у нас вообще общие проблемы с тестами есть. Тесты писать долго и дорого. Ну серьезно, автоматизаторы меня поддерживают на 300 процентов, я уверен. Ручники, скорее всего, поддержат, но им немножко проще в этом направлении. Это головная боль вообще всех тестировщиков, к которым приходят менеджеры и говорят, что ты так долго копаешься, зачем тебе это нужно? Долго, дорого, давай меньше писать. Тесты сложно поддерживать. Мы вроде написали тесты, постарались, потратили много времени, функциональность изменилась, опять приходит менеджер и говорит, ты столько же будешь писать эти тесты, как, зачем, что вообще. Ну и последний момент, как бы хорошо мы не писали тесты, как бы хорошо мы не тестировали, все равно обнаруживаются баги в проде. И приходят к тестировщикам опять люди, которые говорят, ребят, вы столько писали тесты, вы столько их делали. Зачем вы это делали? Зачем вы потратили кучу ресурсов и при этом у нас все равно баги впротив. Давайте не писать их. Все это симптоматика на самом деле. У нас есть корневые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, почему тесты писать долго, дорого, сложно и так далее. Первая проблема — это процессы. Процессы у нас могут быть не настроены, хаотичны, и в этом случае написание тестов у нас превращается в ад. Каждый пишет, как хочет, а потом сводить это все в единую систему очень сложно. Инструменты. Даже если у нас настроенные процессы, неподходящий инструмент, мы столкнемся с проблемой того, что чтобы дотюнить наш процесс, чтобы выполнить все необходимые действия, нам придется делать кучу лишнего, чтобы в этот инструмент записать. Но я не знаю. По моему мнению, тест-трейл один из примеров таких инструментов, который не дает нужную информацию и не дает нужных возможностей все, что нужно сделать, и приходится извращаться, чтобы добиться результата. Последний момент — это коммуникация. Коммуникация в тестах такая штука, которая влияет и на инструменты, и на процессы. Как бы у вас хорошо не было все отстроено, если у вас люди не коммуницируют, часть информации остается в головах, тесты в конце концов ломаются, устаревают, и это бесконечный процесс, из которого практически невозможно выйти. Давайте немножко подробнее остановимся на конкретных симптомах и конкретных корневых проблемах, разберем, как я их решал, а потом поговорим уже в секции вопросов на тему того, как вы можете их решать. Тесты писать долго. Да, уже заявляли этот симптом, это можно услышать и от смежников, и от менеджеров. Как вообще пытаются решать обычно эту проблему? Мы можем долить ресурсов, просто смасштабировать тестирование. На самом деле практика плохая, мы тратим деньги, получаем гораздо меньше результата. Второй вариант, мы можем сказать, давайте-ка меньше тестов писать. Тоже плохая практика, потому что в конце концов у нас отвалится качество, а фиксить мы его будем очень долго. Почему так происходит? Тесты на самом деле достаточно монолитная конструкция, которую пишут за раз. Вот взяли кусок требований и написали тесты. Вроде как не проблема, но давайте посмотрим, где мы начинаем. Вот ситуация, да, требования, код пишем, 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 в конце у нас появились тесты. Отлично, они уже практически никому не нужны, код написан, тесты придется переписывать скорее всего. Это как раз та потеря, которую мы ощущаем у себя. Тесты, написанные в конце, скорее всего, будут переписаны. Что можно в этом случае придумать? Есть такая штука, которая называется послойный дизайн тестов. С помощью послойного дизайна мы, во-первых, доказываем, что тесты писать недолго, потому что первую пачку тестов, самых основных, пускай это будут основные юзкейсы, выделенные из требований, мы отдаем сразу. На них могут опираться менеджеры, они могут их прогнать, посмотреть, насколько это хорошо. На них могут опираться разработчики в разработке своей архитектуры, в работе с какими-то базовыми вещами, когда они только начинают это строить. Ну, как бы примерно это должно выглядеть вот так. То есть у нас есть требования, мы начинаем писать тесты, отдаем в разработку, продолжаем писать тесты, отдаем в разработку и так до самого последнего этапа. Что еще хорошо в послойном написании тестов? Мы можем сначала писать простые позитивные тесты, потом обходить все вообще ветки тестов, а потом писать негатив на эти ветки тестов. Что хорошо, если правильно их организовать, у нас получатся некоторые деревья со связанностью. Мы можем понимать, как требования трассируются в тесты. На самом деле подойдет любая система трассировки, но в виде деревьев изменившееся корневое требование вам сразу подсвечивает, что нужно менять конкретную ветку в ваших тестах. Заменили, переписали, хорошо отдали в разработку. Тесты писать дорого. Еще одна проблема, с которой обычно прибегают, но это скорее прибегают уже либо тест-менеджеры ресурсные, у которых вечно не хватает людей, либо project-менеджеры, которым headcount не заапрувили. Такая беда-беда, огорчение совсем. Что у нас есть по корневым причинам здесь? На самом деле рутина. Как говорил один из моих наставников, давно, лет 6 назад, 7 может быть, у нас никогда нет времени написать хорошие тесты или ресурсов написать хорошие тесты. Зато у нас всегда есть ресурсы и потом фиксить баги. Смотрите, как выглядят стандартные тест-кейсы. Мы пишем степы, мы пишем прикондишены, мы пишем expected. Я здесь специально разнес степы по цветам, чтобы было понятно, что они повторяются. Рутина – это много-много механической работы, от которой выигрывают, ну, разве что производители клавиатур. Мы печатаем и стираем клавиатуры, они ломаются, все очень плохо. Мы перепечатываем раз за разом одни и те же степы, одни и те же прикондишены. И вот эта механическая работа, она делает написание тестов очень дорогими. Что будем с этим делать? Есть такая штука, которую придумывали где-то в конце, может быть, середине 80-х годов, тестеры, которые тест-кейсы писали еще на бумажках. Представляете, такое время было. Писали на бумажках тест-кейс, потом его копировали, считали это тестом, заполняли все вручную, все было хорошо. При этом они решили, что надо как-то вот эти все рулоны бумаги, которые получаются для конечных тестов, когда прикондишен огромный, экшен небольшой, надо их как-то упразднять. Что они придумали? Они придумали технику short steps, которая выглядит следующим образом. Мы пишем первый тест, для которого практически не нужен прикондишен, но запустить систему. Окей, хорошо. Пишем степы, пишем expected, все хорошо, выполнили тест, он нас устраивает. Но представьте себе, это как со страницей логина. Да, мы залогинились, дальше нам нужно выполнять по дереву следующие тесты. Что можно сделать? Можно взять прикондишен и экшен теста предыдущего и объединить их в одну сущность, которой дать имя. Да, у меня здесь она называется short step 1 для последующего переиспользования. Для того, чтобы нам такие штуки проделывать, нам нужен инструмент, который позволяет, во-первых, степы хранить в отдельном слое абстракции, во-вторых, экшены хранить, вернее, прикондишены хранить в отдельном слое абстракции, экшены хранить в отдельном слое абстракции, ну и ожидаемый результат. Он нам не понадобится, он нужен только для теста, в short steps мы его не выносим. Когда мы объединили этот short step, мы можем его переиспользовать. На втором и третьем кейсе видно, что мы вместо набивания кучи буквок указываем просто ссылочку на short step и в правильных системах, в хороших, дорогих, правильных системах этот short step отрендерится. Он возьмет все связи, все линки и подставит простые шаги. Не нужно будет ничего искать, в очень хороших они еще сворачиваются. То есть можно получить прикондишен одной строчкой поименованной, если кому-то непонятно, может развернуть, получить более детальное описание. Как можно пойти дальше? Этот процесс бесконечно итеративный. Если мы возьмем из кейса 2 прикондишен и экшен, смешаем short step 1 и step 7 и назовем его short step 2, мы сможем его еще дальше переиспользовать. Таким образом мы получим дерево. Что хорошего в этих деревьях? Если у вас поменялся логин, ну самое простое, да, у вас был логин по почте, стал логин по телефону, нужно поменять описание кейса. Либо оно будет неточным, если мы просто записываем залогиниться, залогиниться, да, как залогиниться, непонятно, где чего брать. Либо, второй вариант, будет проблема с тем, чтобы выцепить в каждом кейсе и поменять, что нужно теперь логиниться по телефону, а не по e-mail. В случае этих деревьев мы идем в одну точку, меняем там одну строчку, это все перерендеривается. Вот. Во все дерево получаем заметный профит, вместо того, чтобы копаться в сотнях и тысячах тестов и переписывать руками какие-то моменты. Следующий момент. Поздно находим баги. Ну это как вот ситуация, которая как раз на слайде отражена. До последнего момента мы не знаем, что выстрелит и когда выстрелит. То есть мы находим дефекты прямо перед влитием фичи в мастер, в конце регресса, перед выкладкой, что угодно. Очень много вариантов, когда мы можем эти дефекты отыскать и получить критичную ошибку в конце пути, которую еще нужно. Пофиксить, перетестить и неизвестно, что мы получим в итоге. Да, вот у меня ровно вчера, да, ровно вчера был случай, когда мы забили один костыль, а с другой стороны вылетело два. И все это тестируется очень сложно и тестируется в основном в проде, потому что тестируется только на миллионных аудиториях. Причина понятная, банальная. Мы очень поздно тестируем. То есть вот как выглядит наше тестирование. У нас есть требования. Мы пишем код, мы пишем тесты, потом все это смешиваем, получаем тестирование и повторяем эту итурацию столько раз, сколько нужно. Вопрос, что обычно даже в гибких системах сначала пишется код, потом проводится тестирование. Немножко неприятный подход, потому что мы узнаем о дефектах только в конце, да. Знаете же разницу между QA и QC? Да, quality control, это китайская чашка прошла все производство, остановилась, мы поняли, что у нас 10 тысяч брака от начала производственной линии до конца и сняли все это. QA, моя любимая история, наверное, про технолога, который понимает, что лампочки на заводе горят хуже, вот начали с какого-то момента, они начали перегорать быстрее. QA разбирается, в чем проблема, понимает, что какой-то сотрудник конвейера Вася тырит вольфрам и докладывает его меньше, и правит он ситуацию именно на участке этого сотрудника, да, не дает ему тырить вольфрам, после этого лампочки начинают гореть лучше. То есть мы начинаем проверять качество раньше, обеспечивать его. Где мы теряем в этом случае? Теряем мы в исправлении брака, да, то есть в отличие от кружек мы не просто выкидываем, а мы начинаем переделывать. Переделка всегда дороже, чем создание с нуля, потому что нужно разобраться, там еще есть время на потерю контекста, и это выливается в дополнительные расходы. Я как-то посчитал, да, чтобы было понятно, как мы оцениваем дефект. Посчитал среднюю стоимость разработчика, аналитика, сложил это все и посмотрел, сколько мы теряем, если мы обнаруживаем баг в конце код-ревью. Тестирования еще не было. Получилось 6000 рублей за баг. За каждый. Их может быть сотни в месяц. Начинаются совсем другие цифры как бы. Окей, как будем решать? Мы же не зря писали послойные тесты, отдавали их в разработку, отдавали их ребятам в тестировании. Мы можем эти тесты проходить итеративно. То есть на самом деле, если мы написали тесты на раннем этапе, хотя бы позитивные отдали их, мы можем прогнать первую итерацию тестирования самими разработчиками. Сейчас начинаем это применять как раз у себя, у меня в командах, да, два продукта, четыре команды. Мы отдаем разработке тесты и она, опираясь на них, проводит тестирование и самое главное отмечает. Да, то есть нету такого, что у меня просто есть тесты. Есть ситуация, когда у меня есть тесты, я написал код, я вручную проверил, это зафиксировал, это очень сильно дисциплинирует. Вот примерно так может выглядеть ситуация, когда мы итеративно тестируем продукт. То есть сначала мы написали небольшой кусочек кода, немножко тестов, провели итерацию тестирования, поняли все наши ошибки, если они были, конечно, всегда надеемся, что их нет. И пошли дальше развивать тесты и писать код. Поехали дальше. Тесты ломаются. Каждый, наверное, тестировщик с этим в своей жизни сталкивается. То есть ты только что проходил регрессию, у тебя через неделю следующая итерация, тебе нужно пройти регрессию, все тесты были хорошие, ты их написал, обновил, приходишь, и они поломаны. Они не работают, UI не тот, логика чуть-чуть поменялась. Их просто невозможно использовать, их нужно переписывать. Вроде никто ничего не менял. В чем проблема? Проблема обычно в обратной связи. Вот та проблема коммуникации, корневая, которую я озвучивал, она как раз здесь играет основную роль. Представьте себе, что у вас продукт состоит из логических модулей и какого-нибудь UI-кита. Ребята из UI-кита немножко поменяли интерфейсик. Нет, ничего не сломалось, не разъехалось. Просто интерфейс другой. Ну, там есть все эти функции. Но при этом, при этом они скинули свою информацию в какой-то канал, в Вики, и вы можете туда ходить. То есть происходит примерно вот так. У нас есть общее хранилище информации. Это может быть чатик в Slack, канал в Telegram, что угодно, страничка на Вики, куда народ скидывает информацию и куда он за ней ходит. Кто-то не успел сходить, началась регрессия, мы получаем поломанные тесты. Мы эту информацию пропустили. Что теряем? Теряем время. Время, нервы тестировщика, количество, приобретаем количество седых волос и теряем годы жизни. Почему так происходит? Когда мы обнаруживаем разломанные тесты, когда нужно тестировать, вот прям в момент, когда нужно тестировать, у нас случаются две ситуации. Первый выбор. Мы сейчас бросаем все и фиксим тесты. И, соответственно, резко двигаем все, что у нас должно было произойти с тестированием всей релизы на потом. Вторая ситуация. Мы не бросаем, идем по ломанным тестам. Мы же знаем продукт, мы же тестировщики. И после этого начинается другая ситуация накапливания техдолга. Да, тесты разломанные, в следующий раз мы опять приняли такое решение. А техдолг, он как госдолг у США, да, там максимум проценты отдадут. В какой-то момент вообще ничего не отдадут и все сломается. Вот. И с этой бедой нужно как-то пытаться бороться. Очень простое решение, информирование. График в этот раз посложнее чуть-чуть. Что у нас получается, какую схему мы применили. Обычно, в случае, когда у нас есть общее хранилище, у нас получается коммунизм. Никто ни за что не отвечает, код общий, информация общая, все общее, никто ничего не контролирует. Кому нужно, дойдут. Мы у себя выделили несколько фичей, компонент, модулей, как хотите, так и называйте. И назначили ответственных. Причем ответственных по трем направлениям. Это ответственный девелопер, ответственный тестировщик и ответственный PM. У нас PM просто выполняет роль аналитиков. Соответственно, это тоже их зона влияния. Что получилось? Какую систему мы сделали? Каждый PM, тестировщик и разработчик добывает себе информацию сам. Он сам ходит и опрашивает все смежные фичи, которые ему нужны. У них устанавливается личный контакт, дистанция более короткая. Да, никто не отменяет то, что нужно положить в хранилище информацию, чтобы потом можно было найти. Но логистика, вот это вот, когда ты получаешь быстро информацию, она сильно сократилась. Второй момент, который мы внесли. Каждый ответственный за фичу, тестер, разработчик, менеджер, кто угодно, ходит к своим заказчикам и рассказывает им о том, что у тебя поменялось. Ну, заказчиков мы своих всех знаем. Информация есть в хранилище, но при этом нужно дойти лично поговорить. У нас поменялось это, у нас поменялось это, вы приняли, да, хорошо, молодцы. Такая система, в отличие от просто информирования, она может самовосстанавливаться после сбоев. Если у вас одно звено просто отвалилось, ну, я не знаю, заболел PM, да, забыл что-то передать, забегался, бывает такое. У вас его спросят, спросят смежников, да, то есть если кто-то выпал из этого процесса, система не рухнула, она продолжила информировать. Соответственно, у нас тесты перестают ломаться, потому что есть своевременное информирование, и мы можем планировать обновление этих тестов, да, то есть нет такого, что мы пришли к регрессии и поняли, что у нас сломаны тесты. Нет, нас заранее проинформировали, если мы пришли к регрессии и поняли, что тесты сломаны, это уже наша проблема. Часто меняются требования. Да, да, боль. Боль, все меняют требования, да. Тут будет очень интересно. Он вообще ничего не понимает, если что, в требованиях. Видите, бумажку читает. Симптоматика такая, меняются требования. Почему? Мы все читаем башу. Мы все знаем эти цитаты про проиграйся с формой квадрата, и нужно все чуть-чуть переделать. Очень интересная корневая причина. Нету сверхразума. Нету. Не может человек, ни один человек не может спроектировать за раз идеальную фичу, идеальные требования. Иногда из-за лени. Иногда потому, что невозможно предусмотреть всех нюансов. Иногда у него просто хотелка меняется в процессе. Ну, серьезно, у нас иногда продуктологи берут полуреализованную фичу, держат ее в руках и говорят так, все, отменить или переделать полностью. Но это хорошо, когда на первом этапе, а не когда мы сделали это все уже, готовы выкатить в продакшн, нам продуктологи говорят, все, нет, не пойдет, давай, закатывай обратно. Кроме этого, у нас на тесты требования являются вот таким образом. Видите этот фазовый сдвиг? То есть сначала пишутся требования, потом пишутся тесты, потом изменяются требования, потом пишутся тесты. Мы всегда чуть-чуть опаздываем. Что можно с этим делать? Поскольку мы обещали заказчику какой-то конкретный продукт, вернее, мы обещали заказчику сделать то, что он хочет, а в процессе понимаем, что он хочет уже другое, а мы сделали то, что он хотел раньше, нам приходится переделывать. Переделывать тесты, переделывать код, переписывать это все очень грустно. Как можно эту штуку фиксить? Тест-требования. На самом деле, однажды я попытался загнать, первый, наверное, мой приход в Яндекс, загнать PM-ов и тестеров в одни артефакты. Я сознаюсь, у нас тогда не было хорошей TMS-ки, мы писали все в Wiki, они писали все в Wiki, это было ужасно, но после того, как мы перешли на создание единого артефакта, то есть, ну, простая формулировка требований, приходит менеджер, формулирует требования, мы задаем нужные вопросы, да, как-то то, что он мог не учесть, тестирование требований, грубо говоря. После этого они конкретизируют эти требования, тестировщики приходят, начинают расписывать их в виде тестов. И вот такой итеративный процесс, да, связанных артефактов, он позволяет нам, во-первых, даже если требования часто меняются, находиться всегда в контексте, потому что мы оба мониторим эту страницу. Второе, не писать два разных артефакта, да, ну, представляете же, наверное, требования, по сути, те же тесты, только по-другому сформулированы. Один набирает буковки, второй набирает буковки. Ну, много, долго, бессмысленно. Если мы от этого уходим, буковок становится меньше, тесты и требования сливаются в один артефакт. Самое главное, что аналитики и тестировщики синхронизируются, и разработчики получают всегда актуальную информацию из этих требований. Идем дальше. Да, вот почему стоял тег 18+. Каждый тестировщик сталкивается с тем, ну, может, не каждый, может быть, это только в моей практике было, но я слышал эту боль от других, что тестировщики сталкиваются с проблемой, что проще выкинуть тесты, чем их поменять. Боль. Мы приходим, у нас, представьте, есть продукт, да, уже закоженный, все нормально, но решили его не отдавать на поддержку и фиксить баги, а развивать и писать новые фичи. Соответственно, мы пришли, посмотрели на новые фичи и поняли, что тесты проще выбросить. Почему? Тесты неделимы. В них содержится вообще вся информация, которая может быть в тесте. Это сам тест, это тестовые данные, это параметры среды, параметры запуска. Они могут содержаться даже неявно. Да, никто же не проводил работу над тем, чтобы это все разделить. Соответственно, что мы получаем при изменении, даже пускай такого незначительного параметра, как тестовые данные, ну вот пример с логином, который был. У нас, я не знаю, example.test.com поменялся, нам этот email больше недоступен, у нас другая учетка. Если у нас этот email был зашит в сотню кейсов, нужно каждый из них распотрошить и переписать. Можно, конечно, делать автозамену. Какие-то тулзы это позволяют, но в целом гораздо проще вынести это на отдельный слой абстракции, чтобы не писать одноразовые тесты. Мы же не китайские производители, да, которые производят пластиковую посуду или одноразовые игрушки, которые один раз запускаются. Решение параметризации. Что мы делаем? Мы выносим все, что можно параметризовать, все, что можно хранить вне тестов, на какую-то отдельную сторону, в отдельное хранилище и даем просто ссылки. Да, про ссылки помните, у нас были шеи от степс, здесь у нас ссылки на другие слои абстракции. Вот примерно так это может выглядеть. Да, мы просто обращаемся к контейнеру, нам не важно, как там меняются данные, мы обратились, получили нужную нам информацию. Что хорошего? Параметры меняются сразу для всех тестов. Мы поменяли данные, хорошо, мы добавили новую среду, для которой нужны настройки, которые прописаны при кондишене, хорошо. Мы изменили способ запуска, хорошо, нам не нужно переписывать тесты. Функциональный тест остается только выполнением самой проверки, ничего больше. Так, на этом по проблемам, которые я решал, у меня более-менее все. Давайте быстренько пробежимся по выводам, да, освежим в памяти, что у нас было. Послойный дизайн. Пишем тесты не сразу монолитом и в конце отдаем, а отдаем маленькими порциями сначала позитив, потом развиваем позитив, потом негатив. Общие шаги. Выносим шаги на уровень абстракции, на слой абстракции, именуем и переиспользуем. Строим деревья, легко эти деревья обновляем. Тест требования. Чтобы не писать два раза один и тот же артефакт и всегда находиться в нужном контексте, объединяем аналитиков и тестировщиков и пишем единый артефакт в виде тест-требований. Итеративные тесты. Поскольку у нас уже есть единые тест-требования и мы пишем их послойно, можно отдавать их разработке или тестировщикам на ранних этапах, чтобы они прогоняли код. Информирование. Всегда назначаем ответственных, чтобы не попасть в ситуацию, когда двое договорились о чем-то, а третью не узнал. Третья обычно случается с тестировщиками почему-то. Параметризация. Выделяем все, что можно параметризовать, как переменные, в параметры и выносим из текста тестов. Там этого быть не должно. Важный момент. Удобный инструментарий. Немножко рассказывал про инструменты. Сейчас еще раз чуть-чуть коснусь. Что получается? У нас не всегда есть, а, денег на большие инструменты, потому что HPLM, Microsoft TFS, Rational, все от IBM, они стоят таких денег, каких не стоит новый чугунный мост. Особенно если у вас не два человека в команде. Есть простые, дешевые или даже бесплатные инструменты, но они либо не догружены фичами, либо перегружены фичами. Да, и одно, и другое плохо. Не догружены, вам придется руками допиливать, как костылять процесс. Перегружены, сложно разбираться, сложные схемы, шаги, неинтересно. Иногда проще написать свое. Потратьте человека месяц, чтобы написать свою TMS-ку. Или линковку RMS и TMS. Или какой-то скриптик, который будет все это обходить. В итоге выйдет дешевле, потому что это будет все кастомизировано и заточено под вас. На этом у меня все. Меня можно искать в Telegram. Я там гораздо быстрее отвечаю. В почту я отвечаю гораздо медленнее, но тоже отвечаю. И мы подошли к тому этапу, когда у нас можно задавать вопросы. Давайте поблагодарим Федора за отличный доклад. Поднимайте руки, у кого есть вопросы. Единственное еще небольшое уточнение. Давайте не переводить вопросы в дискуссию. Если понимаете, что вам надо задать 2, 3, а то и 4 вопроса, лучше это сделать потом в кулуарах. Вопросы? Сейчас. Сначала туда. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. У вас было сказано, что тест-трейл плохо и в то же время… Нет, ну… Да, 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 да. Хорошо, давайте. Да. Меня интересует, что тогда… Чуть расширеннее про инструменты, что такое хорошо. И вы еще сказали shared steps, построение деревьев. Чем вы это делаете? Смотрите, я не зря в конце акцентировал внимание на самописных инструментах. Да, у нас сейчас, собственно, самописный инструмент в Яндексе, своя TMS, которая shared steps поддерживает. Я еще в первый свой приход в Яндекс очень просил это сделать, пока меня там не было. Это сделали, и сейчас мы активно все это используем. Тест-трейл не то чтобы плохо. Тест-трейл для меня лично не удовлетворяет всех моих потребностей, которые мне нужны. А именно он не умеет data-driven и любой другой driven параметризованный. Он не умеет shared steps. Ну, во всяком случае, не умел до последней версии. Когда я с ним работал, это начало этого года. Февраль, кажется. Из хороших инструментов, из хороших инструментов, из бесплатных, если вы готовы с этим возиться. Есть единственная TMS, которая все позволяет сделать. Но там, во-первых, интерфейс такой, что у меня глаза вытекают, а во-вторых, ее настраивать нужно столько времени, что проще закопать стюардессу, это тестлинк, естественно. Из платных, дорогих инструментов это HP и ILM, Microsoft TFS. Они все отлично проводят и shared steps, и параметризацию, и умеют рендерить тесты. Ну, то есть там все хорошо, но это стоит безумных каких-то денег, поэтому гораздо проще. Ну, серьезно, что сложного в том, чтобы в базюльку написать TMS-ку. Следующий вопрос с той стороны. Добрый день, спасибо за доклад. Вопросик такой. Используете ли вы BDD? Если да, то как вы это все поддерживаете? С BDD хороший вопрос. На самом деле я бы акцентировал, сделал референс к слайду с тестотребованиями. Это одна из неплохих реализаций, когда у вас продукт-оунер пишет требования ко всей системе, и при этом их легко поддерживать. Но BDD – это достаточно высокоуровневая штука в плане продукта. То есть мы пробовали его использовать. У него есть проблемы на уровне, во-первых, чтобы использовать BDD везде в тестировании. Нужно отделять BDD продуктовый, BDD системный, BDD компонентный, и, наконец, можно писать BDD unit test, но если кому-то совсем извращаться захочется. С поддержкой у BDD есть проблема в отсутствии инструментов. Да, сама концепция, она клевая. Но чтобы привлекать туда не программистов, которые это все текстом пишут, нужна клевая оболочка, которая умеет делать глоссарий шагов, записывать, что эти шаги должны делать и в каких случаях применяться. Кажется, что на текущий момент я не видел такой оболочки хорошей, которая бы позволяла BDD легко поддерживать. То есть если вы запилили фичу продуктовую, вам необходимо ее потестить, и вы знаете, что вы к ней не вернетесь, то есть не будет глобального изменения всего процесса, окей, BDD работает. Если это постоянное перебирание и раз в полгода переписывания чуть ли не корневой логики, BDD работает плохо, мы как раз будем терять на переписывании. У нас с этой стороны вопросик. Здравствуйте. Послушав вас доклад, я поняла, что многие ваши советы внедрили, но у нас остался такой очень дорогой, долгий пункт, это документация тест-кейсов. Ну просто кейсов уже очень много, их полторы тысячи где-то. У нас есть команда, которая вручную тестирует, которая автоматизирует, соответственно, автоматизация была призвана, чтобы облегчить регресс, потому что запускать огромное количество тестов каждый раз вручную, это сложно. Но при этом кейсы, которые написаны вручную, они не очень автоматизированы, потому что как бы пишут люди, которые не совсем разбираются, как автоматизация работает. Как вы вот решаете эту проблему или вы просто не документируете тест-кейсы вообще никак? Мы документируем тест-кейсы, это важный момент. Началось это все примерно с такой же ситуации, то есть полторы тысячи тест-кейсов это немного. Да, у нас сейчас 10 тысяч, что ли, 12. Началось все с того, что пришла автоматизация. Мы решили, что 12 тысяч кейсов это много и нужно их автоматизировать. После этого мы поняли, что тесты, которые записаны, были записаны в вики и перенесены в тест-трейл, а потом во внутренний наш инструмент в виде просто summary, они для автоматизации не значат ничего. Ну просто потому, что они продукт знают гораздо хуже, чем мы, они не могут разбираться. Мы выделяли планово, выделяли время на то, чтобы обновлять свои тест-кейсы. Мы расписывали их с шагами, ребята забирали шаги и автоматизировали их. И таким образом мы постепенно наращивали объем автотестов. Это освобождало ручников, они писали больше кейсов, освобождало ручников. Самый сложный в этом процессе этап — это начать, потому что никогда нет времени, чтобы начать расписывать тесты. То есть сделайте маленькую партию, сделайте 20 штук. Автоматизируйте, сделайте еще, потому что будет легче. Есть там, нету, тогда вот. Здравствуйте. По итеративному тестированию, по слойным дизайну у меня вопрос. У вас там было общее звено, которое называлось, точнее не называлось, у меня вопрос, почему ваши разработчики не используют юнит-тестирование, потому что фактически итеративный и послойный дизайн подразумевают использование юнит-тестирование разработчиками? Да, подразумевают. Эту практику мы тоже пытались отработать. На самом деле можно сделать интересную вещь. Когда разработчики пишут юнит-тесты, у них может быть некоторое отсутствие компетенции в тестировании. Ну, случается такое, да. Мы тестировщики, мы носители этой уникальной компетенции, ровно поэтому мы до сих пор живы. Мы попытались подсказать разработчикам, как можно эффективно писать тесты, да. То есть есть юнит-тесты, которые помогают и облегчают нам рефакторинг. Ну, то есть нам не важно, что там внутри, вернее, снаружи творится, нам нужно, чтобы код продолжал так работать. А есть юнит-тесты, которые захватывают какую-то логическую единичку, да. И вот эта логическая единичка, на вход подаем один, на выход получаем ноль, и это стабильно, она должна покрываться определенными тоже юнит-тестами, да, но сюда мы пробовали подключать тестировщиков. Единственное, что не закончили этот эксперимент. На начальном этапе он давал неплохие результаты, то есть тесты появлялись, но потом случился аврал, мы не успели его закончить. Но по факту, да, итеративный процесс. Разработчики на вход принимают написанные послойные тесты и могут их конвертировать в свои юниты. Следующий этап, они на вход принимают более развернутые тесты и могут интегрировать их в уже какой-то системный. Функциональный какой-то тестированный. Да, да, да. Ну то есть юниты, потом интеграшка между модулями, потом end-to-end, потом кросс-системное тестирование и так далее. И второй вопрос у меня был по поводу изменения, изменчивости требований. Пробовали ли вы писать какую-то логику этих требований в своих тестах, в ядре тестов, для того, чтобы если требование изменилось, вы в этом ядре логику поменяли в соответствии с требованиями и у вас тесты сразу начинают работать в соответствии с новыми требованиями. Вам тесты менять не нужно. Бывало такое? Смотрите, я в самом начале доклада рассказал, что мы здесь вообще про общую идею теста. Ядро тестов это ближе к автоматизации, наверное, да? Да. На самом деле, на самом деле, если мы правильно строим структуру тестов, да, это вот short steps как раз, если мы правильно построили ядро, то любое изменение в этом ядре будет сразу меняться по всему дереву. Вот. И неважно, как мы это реализовываем. Это могут быть модули в ядре автоматизации, какие-то базовые методы. Ну, я не знаю, движок другой подключили для веб-драйвера. Окей, работает. Или это могут быть ручные тесты, которые у нас выполняются руками, и, соответственно, там нужно поменять несколько строчек, и люди уже будут ходить по другому пути. Да, то есть формально мы тоже в ядре поменяли. Давайте еще пару быстренько вопросов. Надеюсь, они короткие и быстрые. Привет. У меня на самом деле более организационный вопрос по поводу планирования. Вот ты сказал, что вы делите задачу на три итерации написания тестов. То есть, ну, разработчик написал какой-то код, вы в это время пишете тесты, потом переходите на другую итерацию, потом на следующую итерацию. Как вы это планируете? Вы создаете какую-то мастер-задачу и там линкуете какие-то маленькие задачки или как-то по-другому? Как вы оцениваете время вообще этого написания? Потому что спринт-то он ограничен? Да, это больная проблема, вообще больное место всех спринтов, что он ограничен. На самом деле это был пример, да, то есть можно организовать как угодно. Главное, чтобы тесты отдавались маленькими порциями. мы организовываем у себя это в отдельной управляющей очереди. Там мы создаем вообще… у нас есть производственная очередь, там есть задача, мы к ней линкуем, создаем в управляющей тестированием очереди отдельную задачу на написание тестов и туда с обтасками можно это все подкидывать. Да, соответственно, в зависимости от методики вашего планирования можно или ставить дедлайны, или определять приоритет, ну, естественно, порядковый приоритет на бордах и ставить количество стори-поинтов, чтобы понять, да, насколько у нас все это растянется, чтобы нам не вылететь за границу этого теста. Мы ставим стори-поинты и приоритизируемся на бордах. Спасибо. И последний вопрос. Привет. Вопрос заключается в следующем. Ты говоришь, вот у тебя два проекта, четыре команды. Если взять один проект, две команды делают общий проект различные специалисты, как проходит интеграционное, соответственно, тестирование между системами и, грубо говоря, используется общий какой-то язык в тестировании в интеграционном внутри команд или нет, как шарить именно кейсы между командами, ну, именно автотесты, а не кейсы, извиняюсь. И второй момент – это расскажи о своем соотношении. Ты говоришь постоянно ручники-автоматизатор, ручники-автоматизаторы. Как у вас это в Яше подразделяется в соотношении? Спасибо. Окей. На первый вопрос я могу очень быстро ответить. У меня четыре несвязанные команды. Это два отдельных проекта, которые не интегрируются, и в них Android и iOS, которые не связаны. Вот. Но вообще я проблемой интеграции могу очень долго описывать. Из слайдов, наверное, можно применить информируемость, да, то есть вы понимаете, что у вас есть необходимость интеграции. И одни люди должны постоянно запрашивать новости, вторые должны постоянно отдавать эти новости. То есть должна быть постоянная коммуникация между командами. Как в одну, так и во вторую сторону. Причем не просто запрос-ответ, да, а ответ может быть без запроса. Если так построить коммуникацию, я думаю, что проблемы не будет. Второй момент. По поводу единого языка автотестов. Я правильно помню? Да. Сначала по поводу языка. Вообще у нас нету автоматизаторов. Их выпилили как класс. Сейчас автотестами занимаются разработчики, и они делают тесты на те функциональности, которые они пишут. Да, в том числе UI-тесты. То есть эта компетенция, она была пошарена по всей разработке, и они с ней справляются. Соотношение. Ну, наверное, стандартное соотношение для тестирования и разработки в этом случае это 1 к 4, 1 к 3 в андроиде и 1 к 3, 1 к 2 в iOS. Это разработка к тестированию, чтобы им было комфортно. Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим Федора за отличный доклад. Спасибо.